Всем привет! С вами я, Леонид Котвицкий. Сегодня даю ответ на вопрос, который задавали уже неоднократно. Что лучше выбрать? Культиваторную насадку на Мотокосу или мини-мотокультиватор? Я имел и не один год в пользовании. И то, и это моя первая культиваторная насадка еще 10 лет назад. Куплена вместе с Мотокосой Риоби. Они входили в комплект, она снималась на половине штанги, перенадевалась. Я ею пытался обрабатывать 15,3 сотки, 18 соток всего. Это была насадка под эту штуку. Разные обзоры разных мини-мотокультиваторов я тоже делаю, несколько кадров покажу. В общем, опыта хватает. Все эти насадки и мини-мотокультиваторы имеют в основе примерно один и тот же. Это червячный редуктор со всеми его недостатками, плюсами и минусами. Естественно, покупается это все для и те, и те виды насадок или мини-мотокультиваторов. Только для небольших участков, типа дачных участков, небольших огородов. Или более-менее больших, но все же не гектаров. Однозначно, как мотоблок, что может и гектар спокойно обрабатывать. Ну, не в один день, но можно. И это для междурядных обработок, для обработок между различными кустами. И обязательные условия для участков, которые осенью-весной пашутся или обрабатываются мотоблоком фрезом или еще как. Но, в общем, не то, чтобы ты этим заменишь даже и пахоту, и перекопку. Или перекапываются те участки. А это уже служит как поверхностная обработка, прополка, так. Междурядное рыхление. Что те, что те. Не мини-культиватор, имеется в виду культиваторы с такими движками, как у мотокосы. Значит, они никак не заменят прополку. Уже легкие мотокультиваторы, там 50 кг, уже могут более-менее фрезами заменять пахоту. Эти нет. Ну и разница. Теперь переходим к разнице. Итак, во-первых, культиваторные насадки на мотокосу дешевле, чем мини-мотокультиватор. И они проще в замене. Здесь нет проблем. Так, с редуктора открутил, три винта. Так, здесь открутил, три винта. В основном, с редуктора два или три. Так, здесь три открутил. То снял, это надел, потом обратно. Даже мини-мотокультиватор, когда ты его купишь, во-первых, он и дороже. Там с этими с ручками, с сошняком, совсем его конструкция дороже. Потому что там не только культиватор, но и рама, и все остальное. Но даже если ты купишь такой, что движок снимается и надевается на него, вот хочешь именно, чтобы подешевле, так, чтобы с мотокосы откручивать. Довольно быстро люди замучиваются и начинают переставлять, покупать отдельные движки и ставить уже, чтобы движок был постоянно на нем. Почему? Потому что здесь четыре винта открутить, это одно. Их начинаешь приспосабливать, притачивать. Обычно, чтобы нормально прикрутить, нужно два человека. Самому очень неудобно держать и движок, и подлезать. В общем, довольно заморочно это. Один раз собрать, и ладно, но если каждый раз движок, то туда, то сюда. Плюс отключать проводки, откручивать проводок с карбюратора, делать правильную натяжку проводка и так далее. Подрегулировать винт холостого хода, если сбился. А при перестановке он может сбиваться. Это очень много мороки, и люди все равно потом покупают еще и движок, и культиватор уже обходится в 100 долларов и выше. Поэтому он дороже, этот дешевле. Это однозначно. Второе. Маневренность. Этого некоторые не понимают. Значит, что такое минимум культиватор? Но я сейчас куски видео покажу. Но главное, что ты можешь поворачивать, если надо, в очень большом диапазоне этими ручками. Чуть-чуть поманеврировать, чтобы там право-влево, поскольку по центру у них всегда будет вот такая полосочка непрополотая, поэтому чуть-чуть поманеврировать вот так, чтобы пропалывало. Ты можешь и этим. Но подвигать серьезно ручками, когда оно у тебя нацеплено на крючке, ну, чуть-чуть сюда можешь. Потому что влево ты уже отобьешь себе печень такими движениями. Так, значит, этим, чтобы маневрировать, придется ходить самому. Вот его отличие. Придется ходить самому. Вот. Иногда это, в принципе, если там какой-то цветничок обработать между кустиками, то не проблема. Но если тебе нужны большие площади, и надо будет больше двигаться, разворачиваться, этим ты уже устаешь. Третье. Этот, хоть он и висит на лямках, так, хоть это вроде бы и продумано, но все равно это все висит на твоих плечах. Мини-мотокультиватором, какой бы он ни был в конструкции, ты управляешь руками, он едет по земле, либо фрезами едет, либо, вот, последнее видео, что я снимал на колесах резиновых, там еще легче, там еще легче. Вот, вот, им особенно длинные междурядья проходить, ну, просто прелесть. Вот. Но какая бы ни была конструкция, он едет по земле, и ты его не держишь на весу. Эту штуку ты вынужден держать на весу. Без мотокосы, моторчика, так, висит на тебе. Ну, и если вот так, как я пытался 15-18 соток обрабатывать, то с этой штукой ты уже устаешь, так? Почему еще устаешь? Потому что следующее, разница, это уже, наверное, четвертое, да? Значит, мини-мотокультиваторы лучше заглубляются в глубину, так, и за счет своего веса, за счет того, что они стоят на земле, за счет наличия сошника, вот, сошник, который устанавливает, стремляется в землю, и он уже начинает не вперед бежать, а зарываться. Вот. Даже тот, который я показывал, что на резиновых колесах, но с ручками, все равно он на тебе не висит, вот, и ты его туда-сюда легонечко двигаешь на колесах, тоже неплохо зарывается. Этот зарывается, ну, на рыхлой земле, вот такой, как здесь, он будет хорошо зарываться. Давайте я сейчас покажу. Вот. Он-то будет зарываться. Она уже более твердая, не так. Вроде да, но чуть земля тверже, уже картинка другая. Идемте сейчас на междурядье картофеля. Да, еще, кстати, ну, я его не использую так вот в быту, мне, у меня есть мотоблок, так? Я повторяю, это для дачников или для очень сильной экономии. Вот. Не любит он длинных всяких сорняков, сорняки при нем нельзя запускать. Что при тех, что при тех. Ну, вот смотрите, насколько он будет зарываться теперь. Здесь земля потверже. Это выдержит на него. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как он подскакивал. Так, видели, как он прям подскакивает? И он вроде бы что-то рыхлит поверхностно. Но когда посмотришь, это весьма поверхностно. Вот здесь даже весьма поверхностно. Помню, как я им работал. Да, и обратите внимание, как наматывается в воде. Ну, это из-за того, что он имеет маленький размер. Ну, это что мини-культиватор, что этот будет маленький. А вот разница в чем? Он подскакивает. На твердой земле он просто прыгает и все. И это не то, что необработанная земля. Ну, уже середина лета, подсохла. И ты им хочешь идти нормально по между рядях. А он тебе прыгает. И прижать его ручками не прижмешь. Плохо вот так оно ручками прожимается. Плохо. Коса себе пружинит. Все, ручки тоже прогибаются прям под весом. А прижимание слабое. Помню то время, когда еще работал насадкой Криоби. Мне аж хотелось вот так его брать. И чтобы была какая-то такая ручка. И вот так идти давить. Вот тогда, я пробовал вот так давить на саму штангу. Да, тогда глубже зарывается. Но сами понимаете, вот такой вот позе согнутым. Хочется, чтобы такой инструмент с мотором облегчал тебе работу. Но вот это для спины явно не есть хорошо. Поэтому ими приходится работать в основном с спиной вперед. То есть идешь задом наперед. Могу показать. Он тогда заглубляется лучше. Спасибо. Спасибо. Надо будет потом тяпочкой подправить. Потому что я аж боковины перебил. Здесь узковатый редкий, как на меня. Но видите уже разницу. Когда задом идешь так, то он уже лучше зарывается. Тоже подпрыгивает. Все. Но все же зарывается лучше. Поэтому что приходится? Что приходится? Приходится идти вот так. Вот так спиной. Прямой спиной, не согнутой. Прямой, чтобы была она здоровее. И вот так ходить. Опять же, если это немного, ты этого не заметишь. На 3-5 сотках этого не заметишь. Можешь себе ходить. Но если это такие места, где надо лавировать, то ты спиной вперед лавировать тоже не очень получится. Будешь ходить как есть. И тут мини-мотокультиватор лучше себя покажет. И ты можешь гораздо больше площади обрабатывать. Потому что, ну пусть слабая нагрузка на спину, она не такая сильная. Это тебе не мотобок тащить, что он фрезами вперед, а ты его на себя тащишь. Это легонькая штучка. Но, тем не менее, тащить приходится спиной. Так. И нести на спине вес мотора. Так. И тащить спиной. Мини-мотокультиватор едет уже сам спиной. И тащишь. Тоже его иногда приходится вот так протаскивать. Но там гораздо реже нагрузка на спину, чем здесь. Субтитры делал DimaTorzok Такие примерно ситуации с разницей. Так что, это скорее вариант подешевле и на небольшие площади. Если площади уже больше, лучше мини-мотокультиватор. Вот пусть дороже, но все равно к этому на больших площадях ходить с этой штукой, ты быстро поймешь, что лучше все-таки, чтобы оно само ездило по земле. И доплатишь. И сделаешь так. Ну, эта штука может быть полезна. Вот так прям полезна. Иногда в одном случае, я бы сказал, когда нужно вот так между кустами, то ты можешь даже через куст перелезть. Сейчас я тут у соседей, надеюсь, они не в обиде будут. Попробуем. Я покажу, что я имею в виду. Так, что я имею в виду. Если ты вот на вот таком вот огороде, где прям растет все кустиками, да, в цветниках домашних это часто, то с мини-мотокультиватором с ручками тебе придется ходить между кустами, ходить, обходить их. Понятно, когда кусты уже 2 метра, то тебе в любом случае придется обходить. Но если они небольшие, то с таким, такой насадочкой ты можешь сделать, не обходя его прокультивировать. Сейчас я тут на соседском огороде, надеюсь, Алена не обидится, сделаем. Покажу, что я имею в виду. Вот так вот. Покажу, что я имею в виду. Вот я остановлюсь на этом моменте. Так, смотрите. Мне не надо обходить вокруг куста так, чтобы его обработать. С мини-мотокультиватором придется обходить, потому что у него нет длинной штанги, так. С этой штукой я просто себе беру и протяну руки, так, и вокруг куста обхожу, как вы видели. Ну, здесь сорняк длинноват, уже наматывает. Придется чаще выдергивать. Вот, но надо чаще обрабатывать такими мелкими. Пять сантиметров выше уже не надо. Ну, надеюсь, вы поняли суть, да? Не надо обходить каждый кустик. Если у тебя вот так квадратно-гнездовым посажено, там или какой-то цветничок, где мало, ты просто вот так по кругу себе, благодаря длинной штанге, можешь его обходить. Ну, подцепит немножко земли к нему, подокучит. Ну, и хорошо, подокучит. Тем лучше. Вот на такие вот гнездовые, такие точечные посадочки, вот, лучше, лучше именно вот эта, насадочка со штангой. Ну, и еще последний момент, который надо обязательно знать, если вы хотите, чтобы вам долго служило. Значит, смотрите. Если я что заметил, когда первое видео снимал про эти мини-мотокультиваторы, очень много людей пишут, фу, гадость, а очень много, кто пишет, у меня одни положительные эмоции, все прекрасно, все чудесно, это владельцы именно электро-мини-мотокультиваторов, именно электрических. Они прям довольные, да нельзя, хотя шнур приходится за собой таскать, естественно, это где-то только возле дома, возле электричества, но довольные капец. А вот насчет бензиновых уже не такое довольствие. Я сначала думал, что может связано с тем, что электро все-таки менее мощные, потому что, знаете, что бензиновым, да еще хорошим 43-52 кубовым можно так его вгазовать, вдавить, что быстро убьешь редуктор, он же маленький, вот, и там латунная шестерня, вот, она служит для защиты от этих ударов. Кстати, не рекомендую крышку вот эту надевать, потому что когда попадает какой-то камень или проволока и заклинивает в эту крышку, вот только издирает эту шестерню. Пусть 10 долларов, ну и 10 долларов менять только из-за того, что ты поймал камень, жалко. Пусть лучше этой крышечки не будет, пусть она себе отлетит. Вот сапоги только надень. Вот. Так вот, я думал, что дело в мощности просто. Мол, те слабомощные, если там что-то и попадет, они не смогут его перегрузить. Но нет, есть всякой мощности, электрические тоже. Так вот, самый главный нюанс. Вот это плюс. Плюс получается таких мотокос. Движок. Так, в двигателях, как от мотокосы, какие здесь воздушные фильтры? Колечко поролоновые. Слабенький воздушный фильтр. Если мини-мотокультиватор, то двигатель где? Близко к земле и близко к фрезам. Особенно те, на которых двигатель прямо над фрезами. Так, там движок близко к фрезам. И вся эта пыль летит сюда в фильтр. Фильтр фильтрует немного. Очень много будет попадать в карбюратор, в поршневую, забивать, драть и так далее. И ломаться такие движки будут быстро, если они близко к земле. Ту насадочку, что я показывал с резиновыми колесами, там уже есть удлинение. Там уже движок хоть немного дальше от фрез, но все же он не на такой высоте. Мотокосе же движок вот где. О! Сюда, чтобы пыль долетала от фрезы. Не более, чем пыль, например, от травы при кошении леской. Не более ее будет лететь и не более ее будет забивать на такую высоту. Вот это плюс мотокосных именно насадок. Движок будет служить дольше. Поэтому, кто имеет мини-мотокультиваторы бензиновые, очень часто бжик и за сезон двигатель вышел из строя. Понимаете? Он возле пылищи. Всю эту пылищу засасывает и все. В этом плане лучше движок с мотокосы. Но, кто имеет мини-мотокультиваторы, есть сейчас специальный выносной воздушный фильтр. Я покажу. Вот. Я сейчас его отдельно покажу. Как вариант доточить такой фильтр. И тогда уже начнет работать гораздо лучше. Вот. Ну, доточить. Но если у тебя культиваторная насадка на мотокосу, то не надо ничего дотачивать. Она и так высоко. Ей и так пыль это не страшно. Вот такая еще разница. Ну, еще покажу эту насадочку, кто не видел. И последнее, так что, чем, что можно сделать, так, для мини-мотокультиваторов. Вот такая насадочка. Надеваешь ее на тот движок, который там, типичный движок, как вот мотокосы. Так. Там идут две шпильки с карбюратора. Снял крышку карбюратора. Там или ключиком открутил, или так. Как там она конкретно в вашей косе или моторе откручивается. Снял ту крышку с коробочкой. Вы видите, здесь все, рычажок, открытие, закрытие, заслонки. Вот. Надел эту, закрутил две гаечки. И вот ты имеешь съемный фильтр. Так. Здесь внутри прям, прям, прям. Крутой воздушный фильтр. Бумажный. Вот. Вот такой. Не все мотокосы, правда, могут с ним работать с такой мощной фильтрацией. У некоторых начнут задыхаться, потому что не у всех мотокосных движков. Так карбюратор работает при такой мощной фильтрации. Если будет задыхаться, ничего, выкинете этот бумажный фильтр. Оставите здесь сверху. Идет такой вот кольцевой. Видите, он просвечивается желтый. Идет такой кольцевой поролоновый фильтр. Это получается уже два. Или его выбросить, оставить только бумажный попробовать. Или оба. Некоторые движки тянут и то, и то. Но его надеваешь туда, эту штуку выносишь на руль поближе к рукам, повыше. Так. И получаешь и подъем от земли, от пыли. И мощную, хорошую фильтрацию. Так. И это прям, прям прекрасно. Кто уже имеет мини-мотокультиватор, и можно такую штучку докупать отдельно. Она около 10 долларов стоит. Очень хорошо, что появились отдельно, потому что раньше они были только в комплекте с мотокультиватором Беларусь. И все. Без вариантов выбора. А теперь они есть отдельно и очень хороши. Ну, а если у тебя культиваторная садка на мотокосу, то это все не нужно. Она и так высоко. Вот такие вещи. Так. Чтобы решить для себя теперь, нужно или не нужно, нужно хорошенько подумать, что из этого мне надо. Так. Что из этого мне не надо. Буду ли я переставлять эти насадки, или буду я переставлять движки, буду ли я ручками работать, или с этим ходить, какие площади, и так далее. Но я надеюсь, выложил, как говорится, от А до Я, все, что я знаю, весь свой опыт и различия в работе, ощущениях и последствиях во всех этих насадках. Так что успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.